Приветствую всех участников «Марафон всем миром». И сегодняшний урок – это урок про Инстаграм. Сейчас я покажу некоторые фишки, которые мы будем применять в нашем бизнесе или в вашем бизнесе, во всех бизнесах. Инстаграм пока недооценен, но это именно та платформа, которая особо не заспамлена еще, и с нее мы будем также получать целевой трафик без проблем, но применив некоторые хитрости. Сейчас я включаю экран, и мы приступим. Итак, что такое Инстаграм? Сейчас вы видите на экране, на экран моего телефона. Инстаграм можно установить, ну, раньше Инстаграм изначально можно было установить только на телефон и с телефона пользоваться. Сегодня я расскажу, как не только пользоваться с телефона, но и с компьютера. Возможно, кто-то знает, возможно, кто-то не знает. Подготовки, как я говорю, у нас разные, и мы работаем именно на то, чтобы у нас люди понимали, о чем идет речь. То есть у меня вот есть такая программа «Грамблер», но о ней я расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас покажу некоторые фишки Инстаграма, которые вы можете использовать, именно использовать в режиме, чтобы набирать своих целевых клиентов. Сейчас я открываю свой Инстаграм, вы его видите у меня на экране, я тут на некоторых людей подписан, подписчики у меня идут. Сегодня наша тема – именно как привлечь к себе целевую аудиторию. Вы все знаете, что в интернете есть хэштеги, есть такие геоточки и так далее. То есть я сейчас покажу, как записать историю, то есть как записать историю, как ее оформить. Итак, я нажимаю вот сверху на экране, вы видите изображение фотоаппарата. То есть я сюда нажимаю, сейчас вы видите меня на экране. Вот я нахожусь в своем кабинете. У меня стены такие крутые, флажки, цветы. Смотрите, вы можете использовать свое видео, а можете использовать картинки. Сейчас мы поищем картинки. То есть вы нажимаете в нижний левый угол, там изображение картинки. И, к примеру, мы выберем какую-либо картинку, которая у нас есть в наличии. То есть можно в истории выставлять свои видео. Видео истории здесь 15 секунд идут. Сейчас мы найдем какую-либо фотографию. У меня здесь очень много видео. Я очень много пишу историй. Очень много историй я пишу. Ну, возьмем, к примеру, к примеру, к примеру, к примеру. Сколько видео я тут записываю. Это уму непостижимо. Это мы записывали. Ну, к примеру, возьмем вот эту фотографию. Мы гуляли с сыном на улице и, соответственно, фотографировались. Что можно выставить в истории? В истории можно выставлять абсолютно все, что вы хотите. То есть вы можете свои фотографии выставлять. Вы можете свои результаты в интернете выставлять. Ну, чтобы привлечь внимание того человека, который будет вас смотреть. И давайте посмотрим. Например, вы выбрали фотографию, либо записали какую-либо историю со своей камеры. Мы переходим, либо сдвигаем экран наш вверх. Ну, вы не видите, как я пальцем двигаю. Ну, просто вверх вы сдвигаете. И здесь вы видите место, упоминание и хэштег. В некоторых аккаунтов не будет упоминания. То есть аккаунт должен, если он свежий, он должен набрать какое-то количество подписчиков. То есть по подписчикам я, в принципе, вам сервис скину. Будет под этим видео, будет задание. Можете там зарегистрироваться и заказать себе иное количество подписчиков. То есть там 100 человек, 200 человек. Ну, это на ваш выбор. Но я сейчас расскажу, как я делаю на своем аккаунте. То есть мы заходим, выбираем фотографию, мы ставим место. То есть у вас должна быть включена геолокация. Сейчас, если нам позволит наш смартфон подключиться к геолокации, мы это обязательно сделаем. Так. Ладно, мы сейчас сделаем чуть-чуть по-другому. Передача геоданных включена. Геолокацию обязательно надо выставлять. То есть для чего нужна геолокация? Если ваша целевая аудитория расположена в определенном городе, в определенном месте, вы это все можете указывать. Если у вас что-то у нас не получается с геолокацией, попробуем отключить телефон и включить. Так, мы вернулись назад. Еще раз пробуем мы установить геолокацию. Геолокацию вы можете устанавливать либо Россия, либо на определенный город, либо на определенное место. Так, ну не хочет у нас геолокация. Ну да ладно, оставим пока геолокацию. Вы уже поняли, что если у вас на телефоне подключено определение местоположения, вы обязательно установите геолокацию, телефон вас найдет. Самое главное, чтобы нас находили люди, например, определенного направления, нам нужно делать вот так. Мы нажимаем хэштег и набираем, если мы, например, занимаемся рефлеймом, мы набираем рефлейм. Если у вас на какую-то определенную аудиторию должно быть направление, вы набираете эту определенную аудиторию. Я обычно ставлю вот такой хэштег. То есть при наборе он у вас уже начинает появляться. То есть если вы занимаетесь бизнесом, соответственно, вы выбираете MLM или либо MLM бизнес. То есть выбирается это все намного быстро, вы просто набираете первые буквы, и вам уже подсказку дает сам сервис. Вот, MLM бизнес. Теперь наша фотография, наша история, возможно, всплывет где-то у кого-то в историях. Об этом чуть попозже. Еще что вы должны добавить, когда у вас будет прокачанный аккаунт, вы можете поставить упоминание. То есть в Инстаграме есть такая фишка, что когда вы заходите, у вас есть свой логин. У меня есть свой логин. Сейчас я его наберу. Мой логин Briskinder Official. То есть вы ставите свое упоминание, для чего мы это сделали. Например, человек, когда смотрит вашу историю, ваша история попала в определенные топы, он может перейти на ваш аккаунт. Это очень удобно. То есть таким образом очень просто искать людей. Но есть еще один хитрый способ. Сейчас я его покажу. То есть у вас должен быть подготовлен шаблон. То есть шаблон вы можете использовать либо у себя в телефоне, либо просто отправить себе сообщение какое-то непосредственно. То есть мы берем непосредственно это сообщение. Вот, как вы видите, у меня в ВКонтакте создано сообщение. Я зажимаю и копирую. Теперь я обратно перехожу в мою историю. И сейчас будет волшебство. То есть по MLM бизнесу, непосредственно по какому-то хэштегу меня будут видеть. Но теперь я делаю еще вот так. Я жму на экран. У меня появляется строка написать. Теперь я зажимаю экран. И у меня всплывает такое окошечко вставить. Я вставляю. Вот эти хэштеги, как вы видите, он уже мне дает возможность непосредственно выбрать какой-то хэштег. Но мы здесь ничего не делаем. Мы жмем на кнопочку снизу. И вот эти хэштеги, которые мы вставляли, мы делаем их маленькими-маленькими. И вставляем практически. Их не видно. Но теперь, помимо этого, вот помимо того, что меня будут видеть в MLM бизнес, мне еще будут видеть много-много людей. После этого, что мы делаем? Мы нажимаем получатель и делимся этой историей. Вот. Теперь мы смотрим. Вот моя история попала в несколько сразу, несколько категорий. Для чего я это делаю? Смотрите. Для чего я вот эти манипуляции проделывал? Я подписан на определенную категорию людей. И здесь есть такая возможность подписаться на хэштеги. То есть на хэштеги. Как меня можно будет найти? Люди подписаны на хэштеги. Я сейчас вам постараюсь показать. Я подписан вот на несколько хэштегов. Вот, как вы видите. Инстатренинг, Инстатренинг, НЛ Интернешнл. Ну, когда я проходил там обучение, и откуда я узнал эту историю, когда я там проходил обучение, мне эту фишку показал один хороший умный человек, и он об этой фишке рассказал. То есть, возможно, эта фишка может через полгода работать не будет, но пока она работает. То есть сейчас я вам покажу, как вообще это работает. То есть мы заходим в истории, вот, видите, у меня все подписано. Вот, например, у нас сейчас марафон всем миром. Я жму хэштег, и, как вы видите, люди, которые сделали определенные хэштеги, попадают в топ. В топ недавних. также я могу вам показать, что если я нажму MLM Business, я здесь не подписан. Но, но смотрите, что будет дальше происходить. то есть в недавних люди, которые делали вот такие хэштеги, в недавних, в принципе, моя фотография должна быть, но я, в принципе, не уверен в том, что я ее сейчас найду, потому что этим способом пользуется много-много людей. То есть одновременно я свою фотографию могу найти там где-то, где-то очень далеко. Но если вашу историю будут просматривать люди, возможно, где-то ваша история может всплыть. То есть где-то ваша история может всплыть. Также она может всплыть вот по этим хэштегам запрятанным, которые мы зашили в фотографию. Ну, дальше, дальше рассказывать, рассказывать, что я вам могу. Здесь же можно делать посты. То есть когда вы делаете пост, вы также, например, выбираете фотографию. Вот наша фотография, например, вот так вот мы ее выбираем. Нажимаем далее. Вы можете ее отредактировать. То есть здесь достаточно большая палитра. То есть вы можете, если фотография темная, вы ее можете яркости прибавить, из контраста прибавить детали. Это более детализированная фотография будет. В основном я пользуюсь яркостью, контрастом, тепло и насыщенностью. Если фотография у вас идеальная, а фотография должна быть достаточно качественная, вы нажимаете далее. После этого вы вводите подпись. То есть вы должны что-то написать к фотографии. Если вы не хотите ничего писать, можете не писать. Смотрите, я сейчас нажимаю вставить и вставляю примерно вот такие хэштеги. Эти хэштеги также будут меня продвигать в социальной сети Инстаграм. Что еще можно сделать? Еще можно создать публичную страницу и привязать ее непосредственно к вашему Инстаграму и публиковать ваши посты в Фейсбуке. Вы можете привязать Твиттер, вы можете привязать Одноклассники и ваши фотографии тем самым будут одним нажатием поделиться будут выходить сразу в нескольких соцсетях. То есть, я сейчас жму поделиться, я вам примерно показываю, сейчас пройдет завершение, вот, можете посмотреть, вот он, марафон всем миром, как вы видите, вот, то, что мы проходим, если я нажму сейчас на марафон всем миром, соответственно, у меня в топе окажется моя фотография. для чего мы ставим хэштеги, чтобы люди вас могли смело найти, смело и быстро. То есть, сейчас статистику смотреть, пока интереса нет, вот, интереса нет, статистика будет показываться чуть-чуть попозже, то есть, когда люди начнут лайкать. Здесь же я могу просмотреть вот фотографии, которые непосредственно люди выставляли в ходе этого марафона. Что вам нужно будет сделать в настройках после регистрации? То есть, вы можете настройки отредактировать как на компьютере, так и на телефоне. Вы должны оформить, то есть, у вас должна быть какая-то красивая фотография на аватарке, также вы должны написать, кто вы такие, чем вы занимаетесь, ну, все это вы видите на экране. Так как вы видите, то есть, если вы занимаетесь сетевым, человек должен знать, что вы занимаетесь сетевым. Если вы занимаетесь продажей каких-то товаров, предлагаете какие-то услуги, вы должны это все написать. Также должна быть ссылка на ваш проект. То есть, мы сейчас заходим в профиль. Как это все делается? Вот, это делается все достаточно просто. Вы нажимаете редактировать профиль и заходите. Например, если у вас зовут Оксана, вы пишите Оксана. Если вы хотите сменить имя пользователя на более запоминающийся, можете это сделать. В третьей строчке вы ставите сайт, в четвертой строчке вы ставите непосредственно свой текст. Если у вас телефон поддерживает вот эти картиночки, можете туда наставить. Очень привлекает внимание. Вот, вы можете здесь посмотреть. Также у меня это бизнес-страница. Возможно, вы создадите личный, либо если у вас есть аккаунт на Фейсбуке, вы одним нажатием, одной клавишей можете перевести в бизнес-страницу. В бизнес-страницу и обратно. То есть, вот, если вы хотите, например, перевести в бизнес-страницу, сейчас примерно покажу. Вот, видите, переключиться назад на личный аккаунт. Когда вы регистрировались и вы делали, например, для себя, вы можете пользоваться личным аккаунтом. Ну, все рекомендуют, вот все бизнес-тренеры рекомендуют, конечно, на бизнес-аккаунт переключаться. То есть, там простые настройки, вам предложат сделать свою бизнес-страницу, то есть, одним нажатием, то есть, одним кликом это все делается. Все, когда вы это все сделали, у вас будет своя бизнес-страница, у вас будет публиковаться именно посты на бизнес-странице, но если у вас нет желания бизнес-страницу делать, можете этого не делать. В принципе, с телефоном мы, наверное, закончим сейчас. Чем хорош бизнес-аккаунт, так как люди сейчас пользуются в основном девайсами, они экономят свое время. И здесь в бизнес-аккаунте, чем он хорош, что вы можете забить свой адрес электронной почты, либо какие-то контактные данные. То есть, если у вас стоит телефон, я нажимаю «Как позвонить», и на телефоне сразу выбирается именно тот момент, как, например, телефон, Skype, Viber. То есть, что у человека установлено на телефоне, он таким образом может с вами связаться. Почему я и говорю, что это вот именно тот инструмент, который, возможно, принесет вам намного больше целевой аудитории, чем, например, те же самые одноклассники, хотя здесь наше мнение с Ириной расходится, но тем не менее. То есть, вы можете вот такой способ использовать, можете непосредственно развиваться там, где вам удобно, но Инстаграм все равно сделать вам придется. Все, с телефоном мы закончили. Если у вас какие-то вопросы возникнут, мы сделаем отдельную трансляцию именно по Инстаграму и вместе с вами сделаем вам аккаунт в Инстаграме. хотя я сейчас продолжу и я покажу как это сделать. Сейчас мы заканчиваем с телефоном. Основные моменты я вам объяснил в самом начале. Запоминаем настройки, потому что с телефоном мы еще будем общаться долго. Мы переходим непосредственно к нашим страницам. То есть как завести аккаунт в Инстаграме. Все достаточно просто. У меня браузер Google. Вы, например, набираете, тоже заходите. Если у вас Яндекс, Рамблер, еще какой-то, Мозилла, разницы особой нет. Вы в поисковой строке нажимаете Инстаграм. У меня уже он здесь вылетает сразу автоматически и мы переходим в Инстаграм. Так как у меня аккаунт здесь уже подключен и вы видите, что уже пять отметок нравятся, мне уже поставили. Пока я веду трансляцию, пять отметок меня уже кто-то пролайкал и пошли уже свои комментарии. Какие-то комментарии пошли. Но наша задача сейчас выйти отсюда при наборе например непосредственно когда вы наберете Инстаграм вас перебросит вот на такую страницу. Здесь вы должны ввести свой мобильный телефон либо электронный адрес. Рекомендую вводить мобильный телефон. Вы можете ввести имя фамилию можете реальную можете выдуманную с какой вам удобно будет работать. Здесь вы вводите имя пользователя то есть если вас зовут Оксана там Иванова вы можете написать Оксана Иванова все пишется английскими буквами на латинице. то есть вы можете абсолютно любой логин себе выбрать. Если у вас есть какое-то любимое занятие вы можете его тоже логином сделать например MLM Олег MLM Дмитрий если этот логин не занят соответственно вы его можете использовать. Также вводите пароль нажимаете регистрацию и после этого у вас аккаунт создан. Также вы можете войти через Facebook залогиниться и создать свой аккаунт. Так как у меня аккаунт есть мы сейчас войдем еще раз в этот аккаунт и я покажу что вы можете непосредственно с компьютера делать. С компьютера вы также можете отредактировать свой профиль. Здесь сменить пароль авторизованно приложение уведомление конфиденциальность безопасность выйти отмена. Здесь редактировать профиль извините давно не делал давно уже этот аккаунт вы можете здесь ввести имя также как я вам говорил логин свой поменять либо не менять его то есть здесь на ваше усмотрение ввести свой веб-сайт ввести здесь информацию о себе все это можно здесь сделать с компьютера то есть ввести свой электронный адрес ну хотя вас это попросят сделать при регистрации вашего аккаунта номер телефона мужской пол и обязательно поставьте галочку рекомендовать ваш аккаунт в числе тех которые люди возможно захотят подписаться если вам это не надо вы можете заблокировать аккаунт временно можете его удалить также здесь можно сменить пароль приложение которое вас будут просить залогиниться именно с вашим аккаунтом вы можете здесь использовать также электронную почту смс управление контактами конфиденциальность то есть вот вот здесь если вы например решили сменить пароль вы меняете пароль здесь вводите старый пароль здесь вводите новый пароль подтверждаете пароль также вот я так ну я на этом аккаунте не предоставлял ни одному приложению здесь вы можете подписаться на электронные письма с новостями с напоминаниями если вам это все не надо можете галочки эти все убрать также управление контактами здесь вам в принципе в принципе если вы первоначально настроили вам больше здесь ничего не надо то есть вот отредактировали сделали вот сейчас на данный момент у меня 709 подписчиков хотя у меня есть аккаунт на котором с которого я вам показывал с телефона там у меня 7700 или что-то около того вы можете подписываться на людей можете не подписываться на людей можете подписаться на мой непосредственно аккаунт вести в поиске Брис Киндер например и подписаться на мой профиль что выставлять в фотографиях что выставлять в фотографиях вы сами видите вот у меня здесь получается 1013 лайков на эту фотографию здесь 1203 лайка 629 лайков где-то больше где-то меньше то есть здесь вот такая ситуация чем активнее ваш аккаунт тем больше лайков тем больше вовлеченность людей идет на ваш аккаунт соответственно сколько людей перейдет по вашей ссылке уже зависит от вас то есть сделайте красивый свой аккаунт пишите поставите ссылку сделайте свои фотографии будете делать истории и нескончаемым потоком к вам люди пойдут здесь здесь тоже все закончили уже и сейчас я предоставляю сразу хочу сказать что вот здесь в инстаграме вот в инстаграме именно с браузера именно с браузера вы не сможете вставлять свои фотографии что нам делать кстати вот вы можете набрать брискинер официал после того как зарегистрировать это мои это мои истории это мои истории которые я записываю и везде вы видите что ну вот здесь вот зашита ссылка вы ее не видите но зато я ведь другую вот он вот вот видите что я тут делал все это отображается вот я как вам говорил 7223 подписчика и я подписан на 37 человек вот эту я фотографию уже делал вот смотрите лично при вас то есть две одинаковых фотографии вот здесь уже 132 лайка здесь 6 лайков то есть эти лайки идут автоматически именно люди меня находят по хэштегу и знакомятся с моим непосредственно профилем сейчас мы это все свернем и я вам покажу программу через которую вы сможете работать на компьютере эту программу вы найдете ссылочку именно на этот сайт она бесплатная вы найдете непосредственно под в этом задании и под этим видео то есть программа мультиязычная вы можете выбрать русский язык привязана она непосредственно к моему аккаунту при регистрации вас попросят также залогиниться ввести логин пароль еще раз логин вот инстаграма чтобы залогиниться чтобы эта программа заработала что с ней с ней можно делать с ней с нее можно делать фотографии какие-то с нее можно делать чем меня устраивает я иногда выставляю свои видео непосредственно с ютуба то есть вот сюда я беру ссылку вставляю сюда ссылку оно у меня прогружается видео можно вставлять до минуты до там 59 секунд вы это все сможете потом отредактировать посмотреть как это делается у меня есть видео на канале возможно я его приложу как это работать с этой программой я вот это все вас ознакомлю но тема очень интересная также что работа в этой программе достаточно простая простая здесь не надо быть там супермастером каким-то вы загружаете программу и например решили запостить какую-то свою красивую фотографию то есть вы нажимаете на этот экран и выбираете именно то изображение которое вам ближе ближе к сердцу так вот у меня есть фотография сейчас я выберу какую-нибудь фотографию я их все уже выставлял в интернете ну давайте вот эту фотографию поставим то есть вы можете повторять следом вы можете останавливать это видео и повторять следом за мной то есть вот такой красивый пейзаж я фотографировал если у вас какие-то вопросы возникают что делать что выставлять ну я считаю что достаточно красивая картинка вы сохраняете вы видите что у вас получается здесь вы можете применить фильтры и добавить какие-то эффекты к своей фотографии практически вам здесь вы просто художник вы становитесь просто художником то есть можно вот так вот сделать можно вот так сделать если вам фильтры какие-то не нравятся можете выбрать чуть-чуть другие фильтры которые вам больше по душе также если ваша фотография к примеру слишком темная вы можете здесь ее высветлить вы можете ее более насыщенную сделать вы можете резко сделать можете нарисовать можете написать здесь текст можете высветлить если вы на фотографии у вас красные глаза красные глаза убрать дефект добавить стикеры рамки ориентации То есть именно с компьютера вы с фотографией можете сделать просто все, что угодно. Мы с фотографией делать ничего не будем. Также здесь можно применить движение. Сейчас покажу эту фишку. То есть эта программа уже создает автоматическое движение. И сейчас вы это все увидите. Я вам буду достаточно объемно показать все возможности этой программы, которая пользуется единицей, можно сказать, единицей этой программы пользуется и очень зря. Это можно делать все с телефона, но можно делать с компьютера. У кого нет, например, смартфона или проблема какая-то возникает, вы можете это делать с компьютера при помощи программы Грамблер, установив ее к себе на компьютер, все это делать. Сейчас идет создание, и вы видите, вот уже у вас из обычной фотографии получилось видео. Также если вам эта вот такая картинка, гиф-картинка не понравилась, вы, к примеру, можете ее переделать, обратно вернуть в изображение, и все. После этого вы нажимаете «Продолжить». И, как я говорил, вот здесь появляется заголовок, то, что вы должны сделать сейчас, на данный момент. Вы должны зайти непосредственно в браузер, Instagram, и набрать теги. Вот, вы сразу видите, что выпало Instagram теги, Instagram теги для художников, Instagram теги 2018, природа. Раз у нас природа, значит, мы жмем природу. И вот, ищем хэштег природа. Обязательно выбирайте, чтобы теги подходили под ваши фотографии. Если вы начнете обманывать людей, соответственно, к вам люди не придут. Если это бизнес, соответственно, это бизнес. Если это природа, значит, природа. То есть вы вот так вот берете, копируете, потом, 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 потом вы заходите в программу и ставите сюда эти теги. Все. Вот здесь сверху вы можете написать то, что, ну, чем вы хотите привлечь человека. Если ему понравилась эта фотография, он в описании увидит. Ну, вы можете написать, я пример говорю, то есть вы пишете. Вот так вот. Заголовок у вас будет такой. Люблю фотографировать. Люблю фотографировать. И, возможно, на вас подпишутся люди, люди, которые также любят фотографировать, любят вот такие красивые картинки. Ну, это для привлечения внимания. То есть тем, чем вы занимаетесь, у нас марафон такой, имеет объемный, ну, не только на бизнес направлен, но и на развитие своего бренда. Например, если вы классный фотограф, вы можете использовать, вот, люблю фотографировать, написали, к вам будут подписываться фотографы. Что их сподвигнет? Их сподвигнет именно хэштеги, которые указаны у вас в описании. Все. Что нам еще нужно отметить? Вы можете здесь отметить пользователя. Вы можете это попробовать. И, к примеру, я могу тебя отметить здесь. Без проблем. Я перевожу клавиатуры на английский язык. Жму. в принципе, вот как-то так. Вот. Вы видите, что появилось три моих профиля. И я могу все три профиля здесь их отметить. Ну, отмечу я именно вот самого себя, с которого, с профилем я работаю. Нажимаю отправить. и человек в любом случае будет завязан на мне. Человек будет завязан на мне. И когда он увидит, что отмечен Брис Киндер, он, возможно, перейдет на мой пост. Вот таким еще образом можно привлекать к себе внимание. Еще эта программа дает возможность получать бесплатные лайки. Вот. Мы, конечно, воспользуемся этой услугой. Также эта программа дает возможность зарабатывать монетки. Их можно покупать, а можно здесь зарабатывать. Тоже сейчас покажу. В рейтинге я отправлять не буду. Здесь же вы можете этой фотографией поделиться в Фейсбуке. Просто все. Все достаточно просто. Вы жмете Фейсбук. Все. Сейчас вы увидите, что в профиле появилась моя фотография Инстаграм. И человек, если заинтересуется, соответственно, он перейдет на мой профиль в Инстаграм. Вот. Вы увидите, что источник Инстаграм. То есть он нажимает и на мой Инстаграм переходит. Все просто. Все гениальное просто. просто надо захотеть и это сделать. Что еще умеет эта программа? Эта программа умеет набирать подписчиков. Как вы видите, у меня здесь стоит несколько тегов. Эта программа в автоматическом режиме лайкает людей. и люди непосредственно, когда переходят по лайку, например, привлечение внимания, лайк можно поставить, чтобы она ставила лайки. Сейчас я вам покажу, как это делается. То есть все в прямом эфире при вас это делается. вот видите, марафон всем миром. 11 записей у нас. Все, теперь эта же программа будет лайкать все фотографии, которые с хештегом марафон всем миром. таким образом вот вы можете посмотреть, сколько она людей пролайкала и, соответственно, люди я людей лайкаю, они заходят на мой профиль, им что-то нравится, они меня в ответ лайкают, пишут комментарии, им приятно, мне приятно, и заодно мне идут клиенты непосредственно на мой бизнес. Вот. Если хотите купить 10 тысяч монет здесь стоит 6 долларов, 5 долларов 95 центов, оплатить можете карты, Paypal, чем угодно, но в основном как при наборе подписчиков программа считает, что я лайкаю, я лайкаю, она мне начисляет монеты каждый день, даже когда меня нет, а программа работает в отключенном состоянии, она там в облаке работает, мне зарабатываются монетки. Как еще, заработать монетки, то есть на первоначальные, вы можете ставить лайки, то есть если вы залогинили своим логином, вы можете лайк поставить, и вы видите, что 5 монет вам прибавилось, то есть злоупотреблять этим не надо, но тем не менее на первоначальном этапе вы можете это делать, если вам фотография какая-то не понравилась, вы ее можете пропустить, если фотография понравилась, вы ставите лайк, получаете свои 5 монет, вот таким вот образом вы можете продвигаться с помощью инстаграма, я думаю, я описал все подробно, и будет домашнее задание, вы должны будете перейти на сайт грамблер, программа это абсолютно бесплатная, скачать ее, установить на компьютер, зарегистрироваться в инстаграме, и прислать вот такой вот скрин, то есть прислать вот такой скрин, и можете уже пользоваться программой, настраивать ее, по предыдущим минутам вы можете назад вернуться, посмотреть, по предыдущим минутам вернуться назад, посмотреть, оформить свой профиль, поставить свою фотографию, оформить свой профиль, и начинать уже получать целевую аудиторию с инстаграма. На сегодня урок закончен, если будут какие-то вопросы, пишите их в тему вопроса, если будут какие-то проблемы, то же самое пишите, и встретимся в следующем дне. Всем привет! Привет!